я не буду ничего сегодня читать по простой причине то что написано до 24 февраля стало просто бессмысленным описать после 24 февраля у кого-то может быть получается но не могу представить себе что нужно думать о красоте слога когда все время по телеграм-каналам бесконечная лента с этими видео фото в эти дни больно быть русским возникает опять все тот же вопрос о вине и ответственности можно быть невиноватым не чувствовать себя виновным но при этом ответственность никуда не исчезает это понял много лет назад был очень важный урок моей жизни мне было 16 лет с моей девушкой тогда моя первая любовь мы поехали в нашу европу наша европа была прибалтикой и все было чудесно до одного момента когда мне друг стал очень 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 больно и плохо когда в таллине на улице я кого-то спрашивал естественно русском языке я получил по полной мне никто ничего не сказал но это были взгляды это было молчание наполненное презрением и ненавистью к оккупанту и к его языку может кто-то в этом зале тоже когда-то испытал что-то подобное меня это задело чудовище но я же не оккупант чем моя вина я наоборот у нас общий враг мы за за вашу и нашу свободу 16 лет что мог вам сделать плохого меня это обидело очень сильно и это был урок на всю жизнь что ты несешь ответственность не только за себя несешь ответственность за все ты несешь ответственность за свой язык несешь ответственность за свою историю за свою страну за прошлое за все абсолютно никто с тебя это ответственности не снимет никогда потом но краса приезжал уже представляя свои переводы на эстонский язык, в частности. Я был тем людям, которые меня тогда ужасно обидели, я им был благодарен за такой урок. То, что сейчас происходит, это преступление не только против человечества, против людей. Это преступление еще и против моего языка. Объявленной целью операции было спасение русских людей, русского языка, русской культуры. Мой язык сделал языком убийц. Вот теперь, когда где-то... Ну, я в России давно уже, с 2014 года, в принципе, туда не езжу. Во всем мире, так скажем. Во всем мире теперь русский язык — это не язык, связанный с русской культурой, с русской литературой, а сразу возникают картинки из Бучи. Что делать? Я должен бороться за мой язык. Я так просто его ему не отдам. Но эта ненависть, она будет только расти с каждым днем. Мой отец пошел на фронт в 18 лет мстить за гибель своего старшего брата. И потом всю жизнь, всю жизнь он ненавидел немцев, все немецкое. Немецкий язык, все, все, что связано с Германией, он искренне совершенно ненавидел. Я очень хорошо помню, как я пытался с ним говорить. Папа, ну погоди, ну там прекрасные писатели. Вот я стал изучать немецкий язык. Это же красивый очень язык. С ним это не работало. Что я скажу украинцам, у которых, я знаю этих людей, знаю очень много этих людей, у которых русские ракеты разрушили дома, русские солдаты убили тех людей, которые им родные. А что я им скажу? Слушайте, русская литература такая прекрасная, русский язык такой красивый. Это что, сработает? Нет. Я делаю, что могу. Я могу только говорить, писать. У меня теперь миссия. Я понял, что у меня теперь миссия доказывать человечеству, что не все русские убийцы, что русский язык – это не язык убийц. Я пишу бесконечно статьи, даю интервью, выступаю. Вдруг после 24-го меня стали слушать. Потому что до этого, когда я вам объяснял, они кивали головами, но они не понимали. В 2014 году уже все было понятно, в 2013 году перед Сочи, все было понятно. Я пишу, объясняю, призываю к бойкоту этой Олимпиады. Что делает Швейцарий? Строит в Сочи свой Швейцархюсли. И президент первой демократии лично лижет сапоги диктатору. И чуть ли не на следующий день аннексия Крыма, начало этой войны, которая сейчас идет. 2018 год, уже прошло 4 года войны. Я призываю к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России. Кого вы хотите поддерживать? Вы хотите поддерживать страну-агрессор? Уже все понятно. Вы хотите поддерживать бандитов, которые взяли свою собственную страну в заложники? Или вы хотите… Тогда нужно ехать, конечно. Или вы хотите поддерживать Украину? Или вы хотите поддерживать тех русских, которые в России взяты заложники? Это нужно бойкотировать. Но когда речь идет о миллионах или миллиардах футбольных денег, то кто будет слушать писателя? Все нации, все народы приехали поиграть в футбол перед Путиным. Конечно, они там поняли все это абсолютно правильно. Вот нам карт-бланш. Именно тогда, в 2018 году, была открыта дверь вот к 24 февраля. Вообще что-то можно было сделать в последний раз. Нет, никто не услышал. Зато теперь вдруг все сказали, «Боже мой, а вы же нам говорили про все это? Оказывается, вы все правильно говорили?» Но это Швейцария. Это страна, где работает демократия. Демократия – это значит, что есть общественное мнение, которое влияет на правительство, решение правительства. Значит, нужно влиять на общественное мнение. Это вот то, чем я занимался, и это была моя маленькая личная победа. В первые дни швейцарская правительство сказала, что она будет поддерживать нейтралитет. Я в тот же вечер выступаю на арене. Это главное у них такое политическое ток-шоу. Конечно, на эту тему смотрит вся страна. Я говорю, что время нейтралитета прошло, я объясняю, почему. И на следующий день федеральное правительство Швейцарии принимает решение историческое. Не было никогда такого, что Швейцария частично отказывается от своего нейтралитета и будет поддерживать Украину. Были мои пять копеек в ту волну солидарности, которая тогда поднялась. Я понимаю, почему эта волна солидарности поднялась. Потому что и в 2014-2018 году Украина была на другой планете. Мы, конечно, переживаем за то, что происходит на другой планете, но не очень. А сейчас они вдруг почувствовали, что они оказались в связи с этой красной кнопкой тоже заложниками. Что все мы оказались вот в одной лодке. Конечно, они испугались за себя, за своих семей. Но этот вал солидарности был валом солидарности с Украиной. И одним из невероятных переживаний, которые у меня были за эти месяцы, это огромный митинг солидарности в Цюрихе на главной площади, Секса Лойта-Плац. Шло 40 тысяч человек. Для Цюриха это не было никогда такого, и не знаю, будет ли. И когда я перед ними говорил, это была такая волна вот этой солидарности. Но все это слова. Хотелось сделать что-то просто реальное, настоящее дело. Конечно, мы взяли, у нас жила семья из Одессы. У нас в деревне живут украинские беженцы. Мы, естественно, помогаем всем, чем можем. Мальчик Миша из Одессы, русский мальчик. 8 лет. И нашему Илье 8 лет. Он с мамой Миши жил у нас, и его бабушка осталась в Одессе. Естественно, он знает все, что происходит, и он боится, что его бабушку, русский пилот, его дома его бабушку разбомбит. А как можно объяснить ребенку, почему, вот русский ребенок из Одессы, почему вдруг русский пилот должен его и бабушку разбомбить? Это невозможно, в принципе, объяснить. Я не хотел с ним говорить об этом. Я хотел просто сделать ему немножко нормальной жизни. И он ходил с нашим Ильей в школу и на футбол, и мы устроили просто пикник. Ну, банальнейшая вещь, сжарились колбаски. Ничего не может быть просто банальнее. И вечером перед сном Миша укладываем, и он мне говорит, такой был чудесный день. Я его запомню на всю жизнь. И вот это все оказалось намного важнее, чем все мои интервью, все мои слова, которые я говорил, потому что было что-то невероятно реальное, конкретное. Устраиваются в Швейцарии вот эти митинги, собрание солидарности, потому что швейцарцы, украинцы распределяют по общинам, и каждая община устраивает вот в таком зале, приглашает людей из деревни, приглашает украинцев, украинок, да, это женщины с детьми. И вот я хожу на такие мероприятия. Мне очень тяжело было на первом. Я пришел в зал, и там сидят вот эти женщины. Они не знают никакого писателя Шишкина, они никогда не читали никаких его книг. Перед ними вышел русский. В глазах была ненависть. Было ощущение, что они сейчас скачут и начнут кричать о своих оставленных домах, о их мужьях, которые там где-то или в Тарабароне, или на фронте. И я, как русский, да, несу за всю эту ответственность. И вот для меня было очень важно говорить с ними. Я стоял и говорил с ними, до тех пор, пока я не увидел в их глазах исчезла эта ненависть. Они увидели, что есть другие русские, что русский — это не значит убийц, что есть другая Россия, и что русский язык — это такой же язык человечества, в котором человечество существует. Они аплодировали, не хотели, чтобы я уходил. Для меня это было в моей войне за мой язык, против того, что устроили люди в Кремле. Это была моя личная война и моя личная победа. Я дальше буду так со это воевать, за мой язык. И мой язык я так им не отдам. Вот на сегодня много очень тяжелых был разговор об Украине утром. К сожалению, не все были. И говорили о призыве украинских писателей отменить все русское. Я не могу сейчас процедировать, но смысл такой, что это язык врага. Хороший враг — это мертвый враг. Хороший русский — это мертвый русский. Я хочу сказать, что это не призыв украинских писателей, потому что для меня было принципиально важно работать вместе с украинским писателем, показывать солидарностью. И вот перечислили писателей, что там был Юрий Андрухович. Я с Юрием Андруховичем, а полтора часа вместе вели передачу. Он сидел во Львове, я в Базеле, а это было немецкое радио в Майнце. Полтора часа мы вместе говорили. Потому что если ты настоящий писатель, ты должен миру показать, что есть вещи, которые нас всех объединяют. У нас общий враг. Эта война идет не между украинцами и русскими. Эта война идет между людьми, которые говорят и на украинском, и на русском, и нелюдьми, которые выполняют преступные приказы. И в России люди выходят на улицы, зная, что их сейчас же арестуют, а нелюди их арестовывают. И с другими украинскими писателями выступали вместе с Андреем Курковым, выступали вместе в Осло. И вот этот вопрос об отмене русской культуры, о том, что все русское нужно отменить. Нет, нет, нет. Это то, что вначале можно было понять, идет из Украины, это ненависть к русскому, все, дойдя до Европы, там понимается это по-другому. Там разделяется русское и русское. Я с этим совсем вот эти три месяца живу и сталкиваюсь, и сам разделяю. А теперь мы живем в мире, где нужно все слова заново, заново абсолютно объяснять. Русский, что это? Русская культура, что это? Что мы понимаем под словом Россия? Все заново нужно давать новые дефиниции. Если ты русский, неважно там мировой светилодирижер или просто кто-то, если ты в Европе выступаешь за Путина, то, конечно, тебя нужно, безусловно, бойкотировать. Нет вопросов. Но этого мало, бойкота мало. Я считаю, ты нарушаешь законодательство. В каждой демократической стране есть закон против пропаганды войны, против ненависти. В Швейцарии это закон 260-261. Значит, тебе нужно подвергать просто преследованию по закону. А если это просто преследование Чайковского и Шостаковича, то это элементарная глупость, которую только ждут пропагандисты в Кремле. Поэтому если ты выступаешь, в принципе, против русского языка и против Пушкина и Толстого, это значит, что ты просто работаешь на путинскую пропаганду. Очевидно совершенно. Особенно больно, конечно, когда люди, которые живут, русские, в Европе, мы видели все, да, в Германии вот этот ауту был, пробег с флагами, с георгиевскими ленточками. Люди, которые десятилетиями живут в Европе и поддерживают Путина. Я очень боялся, что в Швейцарии опять, ну, как и все предыдущие годы, как и во всем мире, будет вот этот бессмертный полк. Если сказал бессмертного полка, в Швейцарии не будет. Я опубликовал открытое письмо, которое подписали кинорежиссеры, музыканты, чилист, известный профессор Иван Манегетти, скрипач Илья Грингольц, кинорежиссеры Светлана Родина, вот если здесь есть Мански, Виталий, она со своим фильмом «Остров» получила в прошлом году главный приз фестиваля «Арт-дог-фест». Елена Хазанова, русская девочка, она швейцарский кинорежиссер. Еще другие люди искусства, культуры. И мы написали там, что очень долго Швейцария не выполняла свои законы по отмывке денег. По этим законам люди, которые создавали путинский режим все 90-е годы, начало 2000-х, должны были сидеть в тюрьме. Потому что это не важно, кто ты, швейцарец, русский. Если ты нарушаешь закон, ты должен сидеть в тюрьме. Вот путинский режим на вот этих швейцарских банковских дрожжах просто. Есть закон, который просто не применялся. Так вот сейчас есть закон, который должен применяться, а не делать тех же ошибок. Закон против ненависти, против пропаганды войны. Если ты выходишь на улицу с поддержкой Путина, ты преступник. Мы опубликовали это открытое письмо в главных газетах немецких «Тагастанца» и «Горота» было, в «Лютан» в Женеве. В полиции уже было заявление о проведении бессмертного полка в Женеве. Полиция разрешила еще заранее, до этого, до нашего письма. Но те, кто хотел провести бессмертный полк, отозвали свое заявление, и не было никакого бессмертного полка в Женеве. То есть, что каждый должен делать то, что он может делать. Вот я мог сделать так, чтобы в Швейцарии не выходили эти люди на улицы, они не вышли. Вот я сделал то, что мог, и дальше буду так делать. У каждого должна быть своя борьба. Конечно, всем хочется, чтобы это все побыстрее закончилось. Как это закончится? Все об этом думают, никто не знает, не понимает. Но рано или поздно это закончится. И что будет тогда? Вот я очень оптимистичен во всем, что касается будущего Украины. Я не сомневаюсь, что украинская армия дойдет до границ Украины, что весь мир бросится помогать всеми способами этой стране, что очень быстро все, что разрушено, будет построено, и что Украина будет сильная, свободная, демократическая страна. Я очень пессимистичен того, что касается России. Потому что понятно, что кончится это экономической разрухой, а прежде всего полной катастрофой ментальной и психологической. Я понимаю, что сейчас нужно будет бежать занимать места на Габинщикова. Давайте мы сделаем перерыв, а кто останется, тогда мы продолжим. Что мне? Мне остается, что никто сейчас не уйдет занимать места на Габинщикова, потому что я думаю, что у зала должны быть вопросы. Я готова передать микрофон в зал. Пожалуйста. Реплику можно, Миш? Конечно. Можно ли? Я на самом деле прошу прощения, потому что с Михаилом мы знакомы довольно долго. И я хотел ему сказать в первую очередь слова благодарности. Слова благодарности, которые, как мне кажется, многим людям, которые так или иначе связаны с гуманитарной сферой знания, они чрезвычайно важны. Потому что это то, о чем говорил Михаил, это не только выражение внутренней боли, необыкновенной, которое связано с той катастрофой, которая происходит. И не только с той растерянностью, которую чувствуют очень многие люди, которые отслеживают украинские новости, слезят с украинскими сайтами, которые видят и Бучу, и Мариуполь, Херсон и многие другие украинские города. Но это еще и те люди, которые понимают, что война идет на два фронта. Собственно, об этом, как мне кажется, Миша, я, наверное, не погрешу, ты и говорил. Это одновременно война против России. Это одновременно и некоторая опасность, некоторая угроза, которая, по сути дела, ставит под сомнение само существование русского языка и русской культуры. Как бы это пафосно ни звучало, но, во всяком случае, мне так кажется. И, собственно, об этом Михаил отчасти и говорил. И та борьба, которая происходит, и то, что происходит сейчас, это не только выражение нашей солидарности, насколько мы это можем выразить, с украинским народом, с их борьбой за свою свободу. Но одновременно, как мне кажется, это борьба и за нас самих, за то, что для нас ценно. И одновременно это еще обозначение некого чудовищного раскола, который произошел. Потому что в нашем языке, вот Михаил об этом не говорил, но на самом деле это же все время так. Это все время деление условное на мы и они. Кто такие мы? Кто такие они? Применительно не просто к другим странам, а применительно к нам самим. Какое отношение имеет наш язык, наша культура, наше мышление к достаточно большому количеству людей, и, судя по всему, подавляющему большинству, которые с нами никак не солидарны. Это достаточно глубокая проблема, которая я не буду сейчас долго говорить, потому что мне не хочется совершенно каким-то образом монополизировать. Я вообще права не имею. Короче говоря, Михаил, огромное спасибо тебе. И мне кажется, что очень многие болевые точки и важные ты просто вот затронул. Спасибо большое. Самая болевая точка – это наше будущее. Понятно, что Россия эту войну проиграет. А дальше что? Как сделать так, чтобы это была страной, в которую можно будет вернуться? Для этого у нас были две попытки сделать какую-то человеческую страну. В 1917 году, несколько месяцев, Россия была самой свободной страной в мире. О тех правах, которые получили женщины, швейцарки могли только мечтать. Все кончилось анархией, войной и новой диктатурой, новым порядком. У нас были 90-е годы, все повторилось опять. Все хотели, чтобы у нас была жизнь, как в американских фильмах, «Демократия», «Макдональдс», «Свободные выборы», «Американские машины». Снова анархия, снова война, диктатура. Все вернулось опять на те же пути. Что рождает что? Яйцо и курица. Рабское население рождает диктатуру и диктаторы. Диктаторы и диктатуру рождает рабское население. Как разорвать этот круг? Все говорят, конечно, о примере Германии. Штунды ноль, час ноль. Для этого необходимы условия. Одно из этих условий вроде бы приближается. Разгром, военный разгром путинской армии. Но дальше этого недостаточно. Должна быть депутинизация полная, абсолютная. Кто будет проводить эту депутинизацию? У меня ощущение, что эту депутинизацию будет проводить, которая обязательно будет, новый Путин с другой фамилией. Необходимым условием для того, чтобы Россия стала другой, должно быть абсолютное национальное покаяние. Не вставание с коленей, а встать на колени. В той же Буче, в Киеве, в Харькове, в Мариуполе и во всех других странах, где были русские танки, потому что не было никакой депутинизации. В Праге, в Будапеште, в Вильнюсе, в Тбилиси. Будет это покаяние? А я сомневаюсь. В 1945 году немцы говорили, да, казалось, что Гитлер – это сумасшедший преступник. Военные просто... Но мы же ничего не знали. Мы, немецкий народ, достойчив фольк, мы такие же жертвы нацистского режима, как остальные. Я уже чувствую, я уже предчувствую, как это будет везде. Да, мы русский народ. Мы же ничего не знали. Да, казалось, что Путин – военный преступник. Но мы же думали, что это освободительная такая вот операция, что мы помогаем нашим братьям, друзьям освободиться от их фашистской хунты. Мы, русский народ, тоже только жертвы режима путинского. И вот это будет уже первый шаг к следующему Путину. Ясно, что ни украинцы, ни НАТО не будут проводить эту депутинизацию. Тогда это были союзники, которые сделали Германию, Германию, более-менее демократической страной. А здесь кто будет преследовать военных преступников? Кто будет их вылавливать, сажать в тюрьму? Военные преступники сами? Этот режим замазал всех. Замазал всех. Я смотрел вот эти списки ректоров университетов, директоров музеев. Я же не говорю про всех чиновников. Но вся культура русская, которая есть в России, они все теперь тем, что они подписали все эти открытые письма, они все тоже военные преступники. Кто будет создавать новую государственную систему в России? Все военные, все чиновники. Во-первых, они все коррупционеры, иначе ты туда не влезешь, всех их нужно судить. И все они тоже военные преступники. Кто будет проводить эти нюрнерские процессы? Кто будет проводить свободные выборы? Те же миллионы, дрожащих от страха училок, которые проводили фальсификации этих выборов, В общем, вопросов больше, чем ответов. Ответов вообще на них нет. Смотрите, вот есть главные русские вопросы, вечные. К нам они пришли из литературы 19 века. Кто виноват? Что делать? Но это все вопросы нас, читателей. А вот 150 миллионов крестьян, когда эти вопросы Герцаном и Чернышевским задавались, они вообще читать не умели. У них был и сейчас остается совершенно другой главный русский вопрос. Царь настоящий или ненастоящий? И решается этот главный русский вопрос только одним, победами. Сталин победил, он настоящий царь до сих пор. Горбачев проиграл войну в Афганистане, проиграл холодную войну. Он не настоящий царь. Понятно, до сих пор все его презирают и ненавидят. Это единственная легитимация. Путин победил во Второй Чеченской войне. Путин победил Крым наш. Вот он настоящий царь. А сейчас произошло на наших глазах то, что произошло 9 мая. 9 мая должен был выступить царь с победой. Должен был быть победный парад на Красной площади. Красная площадь есть, 9 мая прошло, где победа? Нет победы. Кого мы увидели? Человека, который оправдывается. Все его, то, что он мямлил, это было оправдание. И всем совершенно понятно, царь ненастоящий. Почитайте, вот есть просто мои любимые телеграм-каналы, не демократическая или либеральная оппозиция, а патриотическая оппозиция. Почитайте телеграм-каналы Гиркина. Когда я начал смотреть пару недель назад, там было 150 тысяч подписчиков. Сейчас уже 350. То есть каждый день там на 5, 10, 15 тысяч подписчиков появляется. Он кричит на всю Россию. Царь ненастоящий. Они там все предатели. Ну, подразумевается, конечно, что он был бы настоящим царем. Но то, что царь ненастоящий, вот это единственное, что реально происходит в России сейчас, на наших глазах. И это будет происходить дальше очень быстро. И good news, когда он в последнюю минуту захочет нажать на красную кнопку, этот приказ никто не исполнит, потому что приказ ненастоящего царя не выполняется. Но это значит, что начался поиск настоящего царя. Вот это то, что мы увидим в ближайшее будущее. И дальше можно предположить, что произойдет. Я об этом написал уже давным-давно в моей книге, которую вышло еще до пандемии. Написал ее вместе с немецким журналистом Фрид Сплейткин. «Fried not a Krieg. Russland und der Westen. Мир или война. Запад и Россия». Где я объясняю, что было с Россией, и почему она сейчас такая, и что будет. Две последние главы — это будущее. «Futur Reins» и «Futur zwei». И все, что сейчас происходит, происходит по сценарию, который я там написал. Эту книжку сейчас переводят на английский, французский, датский, норвежский, польский и так далее. И там понятно совершенно, если ты знаешь, что было до, то можно предположить, что будет потом. Совершенно ясно, что дальше пойдет процесс распада этой империи, полураспада, как это было в 17-м году, в 91-м. Можно уже предполагать, какие новые государства появятся. Сейчас Российская Федерация, как я говорю, беременна новыми государствами, как это было с Советским Союзом. Будут ли они демократическими? Думаю, вы тоже сомневаетесь в этом, не только я. Ясно, что будет хаос и анархия. Мы уже все это проходили. Все происходит по одним и тем же законам. Как проявляется диктатура? Не с того, что приходит кто-то и говорит, я буду ваш диктатор. Пусть кто-нибудь попробует в Швейцарии, придет и скажет, я буду ваш диктатор. Ему скажут, пошел ты. Диктатура начинается с потребности в порядке. Это было в 17-м году, это было при Ельцине, когда невозможно жить при этой анархии. Поэтому сначала люди говорят, да, нам нужен порядок. В Германии, когда я все это объясняю, им очень понятно, что происходило в 20-е годы. Нам это, к сожалению, тоже все очень понятно. И вот как только появляется потребность в этой крепкой руке, сразу рука появится. И в России мы увидим новых диктаторов. Вряд ли одного диктатора. Это будут какие-то ряд диктаторов. И главное, что будет делать Запад. И Запад протянет им всем руки. Потому что эти диктаторы пообещают ему, что они будут контролировать ядерное оружие. И русская история опять укусит себя за хвост. Как она уже много раз это делает. И заглатывает все глубже и глубже. Но у меня есть мечта. I have a dream. Когда мудрые евреи просыпаются, они говорят, спасибо тебе, Господи, за то, что вернул мне душу. Вот у меня есть мечта. Я знаю, что она неисполнимая. Что когда-нибудь моя страна проснется, ужаснется тому кошмару, который был, и скажет, спасибо тебе, Господь, за то, что вернул мне душу. Спасибо. Спасибо большое. Тут оставались вопросы, но я так понимаю, что Михаил на такой коде закончил. Спасибо, Михаил Фишкин. Субтитры создавал DimaTorzok